Добрый вечер, в эфире Альфа-Новости. Сегодня вторник, 21 июня, и мы знакомим вас с самыми важными и интересными событиями в Преамурии. Первое заседание. По делу Александра Мигули начались предварительные слушания. Экс-мэр Благовещенска обвиняется сразу по трём статьям. Диссернет Благовещенский экс-губернатора Преамурия Николая Колесова подозревают в незаконном получении учёной степени. В поисках супа сотрудники одного из предприятий Свободненского района прикормили дикого лиса. Животное близко старается не подходить, но уже ест с рук. Для сборной России Олимпиада может закончиться, так и не начавшись. Сегодня Международный Олимпийский комитет примет решение об участии российских спортсменов в Бразильской Олимпиаде. Она начнётся уже в августе. Из-за допингового скандала отстранить от Олимпиады могут не только легкоатлетов, но и всю российскую сборную. Что думают об этом амурские деятели спорта и как отстранение российской сборной может повлиять на развитие спорта не только в стране, но и в области? Об этом наш корреспондент Антон Сильвоник расскажет в следующем сюжете. Сегодняшний день может войти в историю всего российского спорта как чёрный вторник. Международный Олимпийский комитет может отстранить от участия в Олимпиаде в Бразилии не только легкоатлетов, но и вообще всю российскую сборную, включая и стрелков, и гимнастов, и представителей командных видов спорта и многих других. Тем самым международные спортивные власти хотят наказать нашу страну за применение допинга. Первый удар на себя приняла королева спорта – лёгкая атлетика. В ноябре Совет Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций отстранил наших легкоатлетов от международных соревнований. На заседании 17 июня дисквалификацию оставили в силе. На Олимпиаду не поедут не только пойманные на допинге спортсмены, но и чистые атлеты. Главный аргумент международников – виновата вся российская система подготовки. Мы подверглись критике в связи с тем, что приняли якобы несправедливое решение по отношению к чистым спортсменам в России. Хотелось бы еще раз подробно разъяснить нашу позицию по этому непростому вопросу. Мы не принимали решение о судьбе чистых спортсменов. Мы только оценивали систему и культурную среду, в которой соревнуются все российские спортсмены. Эту систему мы считаем испорченной. Она заставляет сомневаться в каждом спортсмене, который является ее частью. В том, что виновата система, в Амурской Федерации Легкой Атлетики не согласны. По словам главы Федерации, ни о каком поощрении в применении допинга со стороны спортивных чиновников речи быть не может. Даже на внутрироссийских соревнованиях регулярно берут допинг-пробы и массовых положительных результатов раньше не выявляли. Это все надуманно. Потому что я сам очень часто бываю на первенствах на чемпионаты России выезжаю. И практически процентов 50 все проходят на допинг. Никто от этого не скрывается. Удар по всем. Но я думаю, наши ребята, я вот по своим знаю, девчонкам, ребятам, руки не опускаются. Наоборот, доказать, что мы все равно сильные. Российские легкоатлеты уже почти наверняка пропускают Олимпиаду. Но почему должны нести ответственность и чистые спортсмены даже в тех видах спорта, где ни один человек не был улечен в допинге? Какая-то у каждого есть мечта стать олимпийским чемпионом или призером. И этого они все лишают. Да, с допингом, понятно, надо бороться. Но почему всех? В борьбе, допустим, если я допинг принял, повышается, допустим, уровень функциональной выносливости. Но если я технически готов, тактически лучше готов, я у него все равно выиграю. Олимпиада – это вершина карьеры любого спортсмена мира. Но остранение от участия в играх неизбежно повлияет не только на спорт высших достижений. Министр спорта области и известный на Дальнем Востоке баскетбольный специалист Юрий Кретов считает, что такие карательные меры хоть и призваны очистить спорт, но в то же время могут пагубно сказаться на массовом спорте внутри страны. Есть всплеск какого-то вида спорта, допустим, выступили удачно на чемпионате мира, или в хоккее, или в легкой атлетике, или в футболе. У нас всегда идет всплеск, приток этих детей, которые хотят заниматься именно этим видом спорта. Я думаю, что здесь мы действительно потеряем какой-то интерес к занятиям спортом. На сегодняшнем Олимпийском саммите могут вынести решение об остранении от игр всей сборной России. Решение саммита по амурскому времени станет известно утром 22 июня. Антон Сельвоник, Степан Юдинцев, Альфа Новости. Многие амурчане сегодня провели бессонную ночь. Решалась судьба футбольной сборной России на чемпионате Европы. Чуда не произошло. В заключительном матче сборная России потерпела поражение с командой Уэльса. Счет 0-3. Что думают благовещенцы о произошедшем и как отреагировали? На проигрыш в интернете. Наш следующий материал. Первым на вылет российской сборной из чемпионата откликнулось интернет-сообщество. Ребята вышли на поле умирать за страну и умерли уже к 11-й минуте, пишет один комментатор. Другой добавляет. Итак, сборная России набрала 7 очков. Одно против Англии и 6 в что, где, когда. Комментарий после матча дал и известный амурчанин Александр Синьков. Наша съемочная группа застала строителя и депутата за утренней зарядкой. Я считаю, что это только системная ошибка. Мы мечемся сегодня, да, везде мечемся. В экономике, в спорте. Сегодня надо заниматься футболом. Не покупать игроков где-то, да, или там гражданцы, как у нас принимают. А просто элементарно, я просто из своего опыта говорю. Дворовые команды, и тренеры были, им платили зарплату. По тем временам они нормально жили, как и все нормальные люди. На редкость единодушно оценили игру и простые благовещенцы. А что сказать, играть не умеют, да и все. Деньги и получают, а играть не хотят. Россия сильна талантами провинции. Набрать ребят с провинции, и чтобы они играли. То есть патриотов набрать. И чтобы патриоты играли, оставили честь нашей великой России, имеющей тысячелетнюю историю. Это, понимаете, лакомственная бумажка, дел в России. Спортсмен получает большие деньги, а эффекта у него коэффициент полезного действия ноль. Сантехник получает 20 тысяч, да, так сказать. Но коэффициента полезного действия у него больше, чем у этих футболистов-хоккеистов. Своё мнение о провале наших футболистов выразили звезды шоу-бизнеса и спорта. Актёр Михаил Галустян опубликовал в Инстаграм фото одного из самых известных своих персонажей – сурового тренера в розовой спортивной форме. А Николай Валуев разместил твит с призывом биться, как Фёдор Емельяненко. Но пока наша сборная остаётся в нокауте. Анастасия Болотина, Василий Пронькин, Кирилл Захаров. Альфа-новости. В Благовещенском городском суде начались предварительные слушания по делу экс-мэра областной столицы Александра Мигули. Заседание суда проводилось в закрытом порядке. На заседании присутствовал сам Александр Мигуля. Александр, как себя чувствуете? На заседании сторона защиты должна была предъявить свои аргументы по всем пунктам обвинения. В итоге предварительных слушаний суд должен был вынести решение. Либо о рассмотрении дела по существу, либо о направлении дела в прокуратуру на доработку. Сторона защиты ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру. Адвокаты Мигули считают, что некоторые пункты уголовного дела должны быть пересмотрены. Суд вернул дело органам на рассмотрение. В ближайшие два дня в прокуратуре должны определиться. Либо пересмотреть пункты, с которыми защита не согласна, либо оставить всё как есть. Следующее заседание назначено на 24 июня. Разоблачитель фальшивых диссертаций. Один из основателей сообщества Диссернет. Учёный Андрей Заякин приехал в Благовещенск. В его списке больше 45 депутатов Государственной Думы, губернаторов и сенаторов. Все они лишились своих учёных степеней. Андрей Викторович подготовил ещё один материал по человеку, которого знает каждый амурчанин. Андрей Заякин называет себя возмутителем спокойствия в образовательной сфере. Выявлять плагиат в научных работах он начал ещё до создания общественного движения – Диссернет. Сообщество не смотрит ни на звания, ни на чины и разоблачает фальшивые диссертации даже чиновников Госдумы. Яркий пример – работа депутата Игоря Егошина. В своей якобы научной работе он просто заменил слово «шоколад» на слово «говядина». При этом остальные данные остались прежними. В чёрный список Диссернета попал и экс-губернатор Преамурья. У бывшего губернатора Колесова очень смешной случай. Он не списал диссертацию, он просто выдавал несуществующую диссертацию за существующую. Потому что организация, в которой он защитился, даже в кавычках защитился, даже название её сложно вспомнить. Потому что это одна из многочисленных шарашкиных контор. На это громкое заявление после публикации на сайте агентства Амур-Инфо сразу откликнулся представитель Николая Колесова и опроверг информацию. Владимир Зверев пояснил, что кандидатская диссертация была написана экс-губернатором в 1998 году в Центральном НИИ экономики и конверсии военного производства. И эта диссертация является закрытой, так как в работе содержится сведения о государственной важности. В 2001-м, по словам Зверева, Колесов защитил докторскую диссертацию в Московском гуманитарном университете. Но даже несмотря на такие доводы, Андрей Заякин готов доказывать свою правоту и выступить, если надо, в суде. Учёный-физик ездит по стране с лекциями о российском образовании. Встречу он уже провёл в областной научной библиотеке. 22 июня встретится с амурчанами в АМГУ. Наталья Погодаева, Степан Юдинцев, Альфа-Новости. Между тем, обладателей учёных степеней среди амурских чиновников и депутатов немного. Для обзора мы взяли биографии амурских парламентариев и депутатов Благовещенской думы, а также руководящий состав мэрии и областного правительства. В Амурском парламенте три кандидата на укол Ольга Лысенко-Медицинских, Галина Буслова-Педагогических, Роман Кобызов-Философских. Что касается городской думы, научную диссертацию по нейротравматологии защитил Эдуард Хасаншин. Он кандидат медицинских наук. Кандидатом педагогических наук является мэр Благовещенской Валентина Калита. У её заместителя, а также замов губернатора и самого главы региона Александра Козлова учёных степеней пока нет. Поддельными документами, а также дипломами о высшем образовании амурские чиновники прославлялись не раз. В 2007 году своего кресла в городской думе Благовещенска. По этой причине лишился депутат Александр Барсуков. Его диплом Дальгао оказался поддельным. В 2006 году также закупленный диплом Дальгао судили чиновника мэрии Олега Авдеева. К тому моменту он являлся уже бывшим начальником транспортного управления. А диплом по данным следствия купил за 25 тысяч рублей. Поддельный диплом о высшем образовании использовал и вице-мэр Тынды. Уголовное дело было возбуждено по факту служебного подлога. При приеме на работу вице-мэр представил копию диплома, выданного в 2002 году Санкт-Петербургским институтом внешнеэкономических связей. Оказалось, что никакого подобного диплома в природе не существует. И коротко о других событиях. В свободном поезд сбил подростка. Пострадавший выжил и с травмами головы мальчика доставили в районную больницу. Мальчишки 13 и 14 лет фотографировались рядом с железнодорожными путями. Трое успели отскочить, когда поезд подъезжал, а одного мальчика зацепило и притащило несколько метров. Корейский рабочий впал в кому после укуса клеща. По предварительным данным, насекомое было заражено вирусом энцефалита. Мужчина работал в лесу в Тындинском районе. Сейчас он в районной больнице. За неделю в Приамуре энцефалитные клещи укусили трех человек. Всего после укусов к медикам обратились 335 амурчан. Обезопасить зону отдыха у воды в Приамуре должны к 24 июня. Такое поручение главы городов и районов получили на КЧС. Проблемы озаботились после трагедии в Карелии, где на воде погибли 14 детей. В нашей области проверили 40 мест отдыха. Среди нарушений отсутствия табличек купания запрещено, буйков и спасательных вышек. Урожай амурских садоводов под угрозой. На дачных участках орудуют воры, любители. Легкой наживы не только собирают овощи, часто с собой они прихватывают садовые инвентарии, иногда даже разбирают заборы. Хозяева участков уже обращались в полицию, но кражи не прекращаются. В непростой дачной истории пыталась разобраться Елизавета Бедник. Вырвали вот здесь куст картошки. И вот на этом же ряду тоже вырвали куст картошки. Ни рассады, ни ведер. Такую картину на своем участке застали хозяева дачных участков в районе села Каникурган. Огородов с каждым годом здесь становится все меньше. Из 60 некогда засаженных участков сейчас обрабатывают только 8. Валентина Метелкина садит свой огород еще с 90-х годов. Говорит, овощи с ее дачи воровали и раньше. В этом году кражи участились. Причем неизвестные готовы поживиться не только овощами. Мы не знаем, куда прятать. Они каждый из закоуток находят, где что взять. В эти были баки металлические, четырехведерные у меня, это самое, два бака. Нету их. Рубашку у меня забрали. Более-менее такое, что из одежды. Вот смешно. Приедешь, а работать нечего. И боишься оставить. Соседка по участку Ирина Кутырева садит огород с дочерью и четырьмя маленькими внуками. В этом году вся семья может остаться без урожая. У них уже вырвали рассаду и украли бочки. Непрошенные гости заходят в огород и хозяйничают в дачном домике. Вот мы приезжаем, и все лето здесь. Можно было отдохнуть. Теперь здесь ничего нет. Вот два матраса, все перевернуто. Все перерыто. Оборванные обои. Отрывали, видно, смотрели, с чего мы строили. Все в домике перевернуто. Решить проблему дачных краж самостоятельно садоводы не в силах. Воруют урожай, как правило, поздно вечером или ночью. Оставаться караулить огород одним страшно. Один раздачникам удалось увидеть воришек, но они убежали. За помощью садоводы обращались в полицию. Дознаватели приезжали. Ну, что нам сказали? Бывшее в употреблении, ржавое, оно как лом, а так оно ценности не имеет. Ну, для них не имеет ценности, конечно, а для нас. И следователь говорит, ну, зачем вам это? Надо, вот пошли осенью и купили. Да что ж я буду покупать? У меня пенсии, половина пенсии уходит на оплату всех услуг там и прочего. Садоводы обращались не только в полицию, но и в законодательное собрание. Но, как говорят, решить проблему им не обещали. Дачники планируют и дальше обращаться в различные инстанции. А пока им придется высаживать новую рассаду и перепрятывать ведра. Елизавета Бедник, Василий Пронькин, Альфа Новости. В этом году в Благовещенские районы зафиксировали 8 краш на садовых участках. По горячим следам удалось раскрыть 3. До сезона сбора урожая воруют у дачников в основном садовый инвентарь. И к новостям мы вернемся через несколько минут. Впереди короткий блок деловой информации. Оставайтесь с нами. Велосипед нашел своего героя. В редакции информагентства Амуринфо наградили победителей конкурса «Найди кота». Розыгрыш приурочили к 14-летию информационного агентства. В публикациях под новостями три дня размещали картинку кота с подарком. Тот, кто первым находил изображение, в итоге и стал победителем. Главный приз велосипед по праву получила Мария Заточная. Она нашла 8 котов. За второе место вручили скейтборд, за третьи рюкзаки. Ну, как правило, каждый день новости читаю постоянно. Я, конечно, не такой активный пользователь форума, но новости читаю. Это мой первый раз. И вообще очень неожиданно, что я победила. Просто повезло, я считаю. Долгих лет, процветания и больше именно творческих конкурсов. В детских лагерях заканчивается первая смена. Скоро начнется вторая волна детского отдыха. На турбазе Мухинка готовят необычную смену. Она называется «Пираты Карибского моря». Играющие дети будут изучать английский язык. Причем базовый уровень знаний не имеет значения. Смена будет профильной. Помимо английского языка, ребята еще будут учиться замтуризма. Подробности далее. Учить английский через игру. Уже не первый год лагерь «Лингва-лидер» проводит тематические смены для детей, которые хотят говорить на иностранном. На этот раз смена, которая стартует 19 июля, пройдет в стиле пиратов Карибского моря. На смене «Пираты Карибского моря» дети у нас, помимо основной части, лингвистической, языковой части, будут осваивать также еще и пиратские навыки. То есть, помимо уже привычной атмосферы нашего лагеря, языкового лагеря, будет присутствовать еще и пиратский дух. Образовательная программа написана специально для лагеря «Лингва-лидер» переводчиком-преподавателем из Хабаровска. Занятия будут проходить в классах, но не за партой с учебниками. Это будет живой разговор. А еще тематические игры, квесты, концерты и, конечно же, посиделки у костра. И везде ребенок будет постигать английский. Кроме того, это смена профильная. Кроме языка дети будут постигать азы туризма, освоить навыки переправы через различные препятствия и кемпинга. Кемпинг – это искусство, рассказывающее о том, как правильно разбить палаточный лагерь. Вместе с этим мастер-классом ребенок больше никогда не потеряется в лесу и всегда сможет организовать свою деятельность в лесу правильно. Как правильно разбить палатку, как правильно сделать костер. Словом, все то, что нужно современному туристу. Смена пройдет на Мухинке с 19 по 28 июля. Принять участие в ней смогут дети от 6 до 16 лет. И не важно, какой у ребенка уровень владения английским. Подход обещают найти каждому. Главная цель – чтобы ребенок полюбил английский и ему было интересно говорить на другом языке. Антон Сильвоник, Степан Юдинцев, Альфа Новости. Автор видео про китайский Благовещенск признался. Это был Степ, о ролике, в котором молодые люди якобы гуляют по набережной Благовещенска, где нет русских и одни китайцы. Мы рассказывали в прошлых выпусках новостей. Видео, появившееся в интернете, быстро подхватили украинские информагентства. Заговорили о том, что Дальний Восток давно заселили граждане КНР. Связаться с автором ролика решил медиаэксперт, бывший украинский журналист Анатолий Шарий. Мы идем гулять по набережной города Харбина, на которой действительно вывалило огромное количество китайцев. Ведь это был праздник Туангудзея, праздник драконьих лодок. Китайцы в этот день не работают, поэтому их было очень много на улице, поэтому получился такой колоритный видос. В общем, друзья мои, это фейк, это Степ. Прикормили дикого лиса. Сотрудники одного из предприятий Свободницкого района каждый день кормят дикое животное. Моня, Моня кушает супчик. Суп, кашу, особенно печенье и сахар. Говорят, что лис по имени Моня сладкоежка. Близко к людям, рыжий лесной житель старается не подходить, хотя иногда берет еду прямо с рук. К слову, женщине, которая кормит зверя, в пору заменить Николая Дроздова в программе «В мире животных». У нас живет лисонька, она любит сладости. Только что лисонька покушала брещевую кашу с подливом, а сейчас она угощается печеньем. Лисонька аккуратно берет печенье с руки. Иди, моя, на, на, моя девочка, на, моя хорошая. Бери, на, на, лисочка. Вот, молодец. И это последний материал выпуска. Следите за развитием событий вместе с нами. И не забывайте, что вся актуальная информация в любое удобное для вас время всегда доступна на сайте информационного агентства «Амуринфо». Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова